Ситуация по Одессе Клинической инфекционной больницы Все жители города 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии В отделении реанимации на кислородной поддержке Без ЭВЛ У 111 пациентов состояние средней тяжести В удовлетворительном состоянии 4 пациента Хочется отметить, что 70 пациентов На кислородной поддержке На кислородных концентраторах Которые были закуплены 50 было закуплено И 20 было у них в наличии То есть все 70 кислородных концентраторов Задействованы По возрастному составу От 6 до 14 лет 1 пациент Есть необходимость еще в закупке кислородных концентраторов? Мы закупили в другие лечебные учреждения Сейчас 11 больница Должна закупить Если в случае чего будем передавать Потому что в других учреждениях нет такой нагрузки Там будем уже по мере поступления Проблем От 30 до 55 лет 59 пациентов Старше 55 лет 79 пациентов Всего выздоровеющих от коронавирусной болезни У меня зарегистрировано 411 человек Процент выздоровления в городе на сегодня составляет 47% По состоянию на 27-е В городских лечебных учреждениях На стационарном лечении Находится 225 пациентов с пневмонией Из них в инфекционной больнице Находится 199 пациентов С подозрением на COVID-64 пациента 285 пациентов с COVID-19 Из числа жителей города Проходят лечение на дому Находятся на самоизоляции Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов Летальных случаев 20 На прошлой неделе зарегистрированы 3 летальных случая коронавирусной болезни Пациентка 71 год Вступила в инфекционную больницу 14 июля Страдала тяжелой сопутствующей патологией почек Поликистоз находилась в реанимационном отделении На неинвазивной кислородной поддержке Несмотря на проводимую в полном объеме терапию Состояние ухудшилось И 24-го констатирована биологическая смерть Пациентка 76-го года рождения Жительница Ивана Франковска Приехала в Одессу на отдых Госпитализирована в инфекционную больницу 24-го числа в 17 часов В крайне тяжелом состоянии С признаками отека легких Диагноз коронавирусная инфекция Двухсторонняя пневмония Отек легких Ожирение третьей степени Около 200 кг Другие тяжелые сопутствующие заболевания Умерла в 19-30 При госпитализации набран тест ПЦР 26-го получен положительный результат Пациент 64 года Госпитализирован в инфекционную больницу 23-го С подозрением на острый гастроэнтероколит Набран ПЦР-тест 25-го больной умер Диагноз коронавирусная инфекция Двухсторонняя пневмония Инфаркт миокарда Под вопросом 26-го уже после смерти Получен положительный тест ПСР Динамика заболеваемости коронавирусной болезни В детском доме «Жемчужина» Дети были возвращены Было 6 детей госпитализировано В инфекционную больницу Возвращены 5 Под наблюдение медицинских сотрудников Детского дома Один ребенок продолжает лечение В инфекционной больнице С диагнозом пневмония Состояние детей удовлетворительное Преподаватель, который был госпитализирован Из жемчужины и выписан В удовлетворительном состоянии В настоящее время и весь период заболевания Дети находятся Под динамическим наблюдением Детских инфекционных врачей И врачей-педиатров Городской поликлиники номер 6 Контрольное ПЦР-тестирование 29-го числа Заболеваемость медицинских работников Получены положительные ПЦР-тесты По 94-м медицинским работникам Жители города 96 Беляевский район 6 Авидеопольский 1 Лиманский 1 70 медицинских работников выздоровели Один умер По городской сети медицинских учреждений Положительные ПЦР зафиксированы У 62-х медицинских работников Из которых 51 сотрудник выздоровел 27 сотрудники 10-й ГКБ 13 сотрудник инфекционной больницы Один сотрудник 5-й больницы Два сотрудника 1-й больницы Четыре сотрудника из центров первичной помощи Один сотрудник 1-го родильного дома Один сотрудник 4-го родильного дома Один сотрудник противотуберкулезного диспансера На сегодняшний день болеют 10 медицинских работников А именно На стационарном лечении в инфекционной больнице 6 медицинских работников, врач-ренематолог инфекционной больницы, врач-акушер-гинеколог 7-го роддома, медицинская сестра ГКБ-1 и медицинская сестра инфекционной больницы. На самоизоляции по месту жительства находятся 3 медицинских работника. Врач 5-й больницы, одна младшая медицинская сестра 6-го центра и врач 16-го центра. И один медицинский работник госпитализирован в Одрекс. Медицинские работники других учреждений Одессы. Болеют 3 врача 4-й подстанции скорой медицинской помощники, госпитализированные в инфекционную больницу, одна медицинская сестра реанимационного отделения областной клинической больницы на самоизоляции, врач интерхирургического отделения областной детской клинической больницы на самоизоляции, три врача и медицинский регистратор Интасаны на самоизоляции. Диагностика COVID-19 проводится сотрудникам всех лечебных учреждений города. За весь период сотрудникам выполнено 1495 ИФА-тестирований и 1462 исследования методом ПЦР. По договоренности с Департаментом здравоохранения и администрацией санатория имени Горького решен вопрос о проведении реабилитации медицинских работников, переносших COVID, сотрудников городской инфекционной больницы, городского центра неотложной помощи и родильного дома. В рамках оздоровления будет разработана индивидуальная программа реабилитации с курсом раздоровительных процедур, включая грязи лечения, электротерапию, больная терапия. Курсовки будут выданы 200 медицинским работникам. Необходимо отметить, что в третью неделю подряд наблюдается неуклонный рост заболеваемости населения коронавирусной болезнью. Более 160 случаев в неделю. Аналогичная ситуация по случаям, требующих госпитализации. За неделю количество стационарных больных увеличилось 123 до 332. В связи с этим возникла необходимость дополнительного размещения пациентов в отделении инфекционной больницы. По состоянию на 27 число для размещения пациентов с подверженным диагнозом и подозрением на COVID зарегистрированы 6 отделений инфекционной больницы, в которых проходит лечение 207 пациентов. Представлено на слайде. Учитывая высокий процент занятости коек в инфекционной больнице, 39%, принято решение о разворачивании дополнительных ресурсов для размещения пациентов с подозрением на COVID и открытие отделения на базе 5 ГКБ по адресу Лидерсовский бульвар 11 в количестве 120 коек, в том числе 24 инъционных. Открытие планируется на текущей неделе. Подготовлен приказ и разработан новый клинический маршрут движения пациентов с подозрением на COVID, который предусматривает сортировку всех подозрительных пациентов с клиническими респираторными симптомами на этапе госпитализации в 5 ГКБ. В случае выявления COVID пациент в дальнейшем будет направлен для лечения в инфекционную больницу при отрицательном результате в другие лечебные учреждения города. Всего выполнено 6485 экспресс-тестов, получено 286 положительных результатов, тестов ИФА 6700. С Департаментом образования, труда и социальной политики согласован порядок обследования и количество сотрудников, подлежащих тестированию методом ИФА. 27 числа начинается обследование сотрудников пограничной службы Украины национальной гвардии. Направлен запрос в национальную полицию для согласования количества сотрудников, подлежащих обследованию. В родильном доме номер 2 размещают беременные женщины с подозрением на COVID. В настоящий момент там находятся три пациентки. Продолжают работы три мобильные бригады Центра неотложной помощи для проведения тестирования быстрыми тестами ИПЦР на дому. Бригадами за весь период выполнено 3598 тестирований COVID. За последнюю неделю ПЦР-тестов 211, экспресс 43. По состоянию на 27-го с начала карантина под наблюдением семейных врачей в Центрах первичной медико-санитарной помощи передано 2419 человек, из которых закончили наблюдение 2137 человек. За последнюю неделю сняли самоизоляцию у 213 человек. На сегодняшний день на самоизоляции под наблюдением семейных врачей находится 223 человека, у которых заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. 23-го числа состоялось рабочее совещание руководства города с представителями ОБСЕ по вопросам противодействия распространения коронавирусной инфекции. Обсуждалась текущая эпидситуация, причины роста заболеваемости, необходимость карантинных мероприятий, отмечено активное участие администрации города в противодействии распространению эпидемии, эффективность и целесообразность карантина, выработаны стратегии дальнейшей подготовки медицинских учреждений города с учетом специфики развития пандемии в различных странах. Спасибо за внимание.